Особое мнение на 101FM И обустраивать нашу действительность У нас вот тут совсем никакого расслабления нет в редакции Потому что сосульки, которые успели образоваться на крыше дома, где мы находимся Уже сбили кондиционеры, которые удастся висятся на руке А кто у вас управляющая компания? Вот это я не знаю, кто у нас управляющая, но там уже трудятся Реакция последовала незамедлительно То есть снег снегом, но правда не проблема уходит Я понимаю, ты говоришь о ямах Но сосульки образуются А мы все-таки начнем разговор с мусора Потому что вот буквально они сегодня-завтра должны нам озвучить тариф На вывоз мусора в городе Кирове Прежде всего меня интересует этот тариф Потому что больше всего нас слушает именно в Кирове Это половина населения региона И до сих пор не смолкают баталии И я до сих пор не поняла, может быть, ты мне расскажешь Все-таки приняли решение, как будет начисляться тариф С квадратного метра или с человека Потому что в спорах равные позиции практически занимают те люди Которые говорят, что должны брать с квадратного метра А кто-то говорит, что должны брать с человека Ну, сначала тогда начнем Сегодня мы, если узнаем тариф, то мы узнаем тариф Плату за кубический метр Который впоследствии решением... За кубический метр мусора За кубический метр, за плотный кубический метр отходов Это порядка 250 килограмм составляет Это уж если там точно быть А плата для населения, она будет устанавливаться исполнительной властью И, насколько я знаю, решение по тому, как мы будем платить за мусор Как в городе Кирове, так и на сельских территориях То есть с квадратного метра, либо с прописанных людей Оно до сих пор не принято Я, наверное, над этой темой размышляю больше года И изначально был сторонником начисления с человека Надеюсь, это я отпородил ныне популярный афоризм Что квадратные метры отходы не образуют Но в силу того, что тематикой этой занимаюсь постоянно Я на сегодня прихожу к мнению, что Пришел к мнению И его высказывал и в общественной палате И в своем телеграм-канале Что, на мой взгляд, на сегодняшний момент Справедливым для города Кирова Справедливым именно Здесь вопрос не о каких-то сверхприбылях Рекоператора и прочее-прочее Будет являться установление платы за мусор С квадратного метра площади Поясню, почему То есть всегда есть какие-то крайние ситуации Один человек, проживающий в доме площадью 600 квадратных метров Или одинокая бабушка, проживающая в квартире 300 квадратных метров Там 300, вряд ли, 100 квадратных метров Эти люди достойны уважения, защиты Но мы всегда надо ориентироваться на некую статистику То есть по статистике сегодня в среднем домовладение в городе Кирове Составляет 2,5 человека Ну то есть средняя семья, условно говоря, 3 человека Которая в среднем занимает площадь 50 квадратных метров Если тариф будет утвержден для города Кирова На уровне 140 рублей с человека То эти люди будут платить, соответственно, 420 рублей Вне зависимости от занимаемой площади Ну, с троих человек Если тариф будет установлен в размере 6 рублей с квадратного метра Эта же семья за свою квартиру 50 метров Будет платить 300 рублей То есть разница в 120 рублей в месяц Она, на мой взгляд, для любого семейного бюджета Очень и очень ощутима Для семей с еще большей численностью То есть это 4 человека Это многодетные семьи Разрыв по плате будет еще больше Кроме того, один из мотивов, который называли ответственные чиновники Которые рассуждали над тем, как правильно устанавливать тариф с метра или с проживающего Является то, что в Кирове наибольшее количество в области людей Которые не прописаны, но которые здесь проживают То есть это люди, которые приехали из районов, которые здесь работают Строят свой быт и снимают жилье То есть, соответственно, в этом жилье либо не прописан вообще никто То есть, ну, собственник есть собственник, количество проживающих ноль Но люди живут, люди мусорят Люди выносят мусор в контейнеры А за контейнеры, за эти там с Нового года Если бы мы считали с человека Платили бы все остальные собственники жилья на квартирном доме Да, звучат аргументы, в том числе, насколько помню, вчера Ян Чеботарев, известный кировский юрист, высказался на эту тему Здесь у нас Да, здесь у вас Что, наверное, надо выявлять тогда людей, которые проживают без регистрации Наверное, это правильно и нужно делать И было бы нужно это делать давным-давно Но суть в том, что мы не успеем это сделать за оставшиеся три недели И за полгода бы не успели И за год вряд ли бы успели Потому что какие законные полномочия проникать в квартиру И считать людей, которые там проживают Да никаких, собственно говоря Кто-то говорит, люди все равно будут платить дважды, получается То есть они прописаны в районе, где-нибудь в Зуевке, например Там они заплатят И здесь, в Кирове, заплатят Поэтому давайте всем начислять по головам Что они в Зуевке заплатят по головам, по прописке Что в Кирове по головам, по прописке Но разница-то в тарифе между Кировом и районами очень существенная То есть порядка 25 рублей она будет составлять И вот объем этой неоплаты, он возникнет там очень и очень значительный Еще раз повторю, итоговое решение я не знаю Буквально сегодня два у меня разговора было за полчаса до эфира Точнее, один разговор и одно обращение передали Оба человека говорят о том, что и так есть люди, которые могут пострадать от нового тарифа И из человека пострадают, и, грубо говоря, с квадратного метра пострадают Буквально там сейчас принесли обращение Кировчанин Андреев пишет, что платить за услуги с человека затратно Очень много многодетных семей Если с квадратного метра тоже много минусов Человек предлагает некий компромиссный вариант, чтобы собственники могли выбирать схему оплат Я, наверное, это поддерживаю полностью Но, к сожалению, мы идем по рекомендациям федеральным Предусмотрим только два варианта оплаты Либо так, либо так, причем по территориям То есть нельзя, к сожалению, наверное, нельзя предоставить возможность выбора платежа Это несовершенство законодательства И, наверное, там это надо будет решать в дальнейшем Это хорошая история Она очень наглядно демонстрирует вот эти вот самые расчеты И возможность принятия решений на уровне муниципалитета или региона Потому что, например, в Москве ты можешь выбрать себе тариф за электричество По которому ты обслуживаешься Там есть три тарифа Пиковое время, когда много людей в доме Активное время, когда люди уже в основном на работу уехали Но это дневное А после 11 у тебя оплата в 4 раза снижается И поэтому очень многие гладят, например, после 11 Или что-то такое делают Но ты можешь выбрать это время и подключаться и оплачивать по нему Но тебя контролируют У тебя должны стоять приборы, счетчики и прочее, которые это доказывают Здесь, наверное, то же самое Возможность выбора Хорошая история Человек сам может тогда... Вряд ли человек, скорее, это ТСЖ Уровень дома То есть все равно правильнее переходить домами на ту или иную систему И там тоже будут вопросы в каждом доме Будет битва по вопросу, как платить в одном отдельно взятом дворе Как по любому решению, которое принимают собственники Что еще важно Вот это несовершенство, непредусматривание вот таких разных ситуаций Оно говорит в том числе, что реформа еще не совсем готова И это, наверное, не мое мнение И касается не только Кировской области Это мнение в том числе и Госдумы Потому что в ноябре в Госдуму были внесены поправки Которые выводят за рамки мусорной реформы То есть дают возможность откладывать ее трем городам Это Москва, Санкт-Петербург и Севастополь А буквально сразу после правительственного часа С участием министра природных ресурсов Кобылкина Были внесены новые поправки уже в этот закон Который подготовили ряд видных депутатов Боярский, Журова и другие известные фамилии Которые предлагают дать возможность регионам самим определять Готовы они к переходу или нет Установить годовой срок принятия регионам решений То есть если территория понимает, что на 1 января Она еще не совсем готова То она имеет право отложить эту мусорную реформу На своей территории на год, на полгода, на три месяца Насколько угодно, не больше года И стартануть тогда, когда все критерии будут выполнены Неформально многие ответственные лица В том числе и представители компаний, которые работают в сфере обращения с отходами Представители регионального правительства Они поддерживают эти поправки, говоря о том, что неплохо бы еще времени немножко дать Но в чем проблема? Поправки будут рассматриваться сразу после Нового года В первом чтении И если есть накоплены эти проблемы Мы их все равно словим в новогодние каникулы Поэтому уже стараемся с коллегами соломки подстелить Я использовал возможности круглого стола в общественной палате Где как раз по тарифам на такого вопрос обсуждался Чтобы попросить руководителя рекоператора компании Куприт Дать возможность хотя бы бизнесу и людям Спокойно перейти на новую систему отношений Не снимать контейнеры Это же острая проблема, потому что вдруг сегодня выяснилось Что все эти годы ответственность по покупке контейнеров По оборудованию контейнерных площадок и их обслуживания Она была на собственниках, на управляющих компаниях А контейнеры не покупались Они брались в аренду или просто в пользование у операторов Которые мусор вывозили И сегодня вдруг Те же управляющие компании обнаружили, что за это надо еще платить Некоторые сейчас пытаются плату за мусор Точнее за содержание общего имущества повысить Чтобы эти контейнеры купить Прервемся на полминуты И продолжим наш разговор с сегодняшним гостем Заместителем председателя областного законодательного собрания Кировской области Романом Титовым Продолжаем наш разговор С сегодняшним гостем в программе Особое мнение Роман Титов Заместитель председателя областного законодательного собрания Что касается контейнеров Это очень такая тема интересная Во-первых, меня всегда напрягает слово «вдруг» Я использовал его в кавычках Вдруг не заключили договор Вдруг расторгли, вдруг услышали, вдруг узнали Вот это вот очень хорошая история Которая тут появляется Но что касается контейнеров То вот все, что мы наблюдаем В течение уже скоро полугода Эти растущие горы мусора Рядом с контейнерами Прямо на контейнерных площадках Они покрыты пеленой мрака Очень много всяких там Вдруг тоже возникает со стороны всех И управляющих компаний И жильцов, и операторов Нынешних и будущих И администрации городов И прочее Но я знаю, что у тебя есть Очень хороший кейс По поводу собственного дома И контейнеров Мне кажется, имеет смысл его озвучить И хотелось бы понять Действительно ли это выход На самом деле вопрос Возвращаясь к тому Что управляющие компании Вдруг в кавычках узнали Что надо покупать контейнеры Конечно, не вдруг Конечно, это всем было известно и ранее И мы с вами платили за то Чтобы наши управляющие компании Эти контейнеры покупали Их вывозили, собственно говоря Ну, вывозили операторы С которыми были заключены договоры Наш дом давным-давно купил эти контейнеры ТСЖ проплатила эти контейнеры Нашу собственность Нас мусор вывозят раз в день Четыре контейнера на немаленький дом Заполняются не полностью Никогда через крайний Ничего не лезет Причем при этом мы платим Ровно столько же Сколько платят мои родители В центре За такую же двухкомнатную квартиру Только у них Стихийная свалка во дворе И контейнер Вечный переполнен Это вопрос в качестве работы Управляющих компаний На которые мы с вами Как собственники Имеем полное право влиять Что сейчас хотят сделать Многие управляющие компании Уже пошли Статьи в СМИ Уже пошли выступления Что, дескать, вдруг Опять же в кавычках Управляющие компании Выяснили, что денег Которые они собирают Сносим То есть плата За содержание Нашего общего имущества Она, кажется, незначительная И не хватает ее на ремонт дома И на обслуживание Ее тоже не хватает Поэтому Хотя они обязаны С Нового года Уменьшить размер платы За общее имущество За содержание На размер Вот этих мусорных денег Это в среднем 3-4,5 рубля С квадратного метра Которые мы сегодня Уже платим Правильщая компания Говорит Нет У нас такая бедовая ситуация Мы Как минимум Эту плату не уменьшим А как максимум Мы ее увеличим Вот буквально Только что Две новости прошло Я их успел обсудить С главой нашего города Главой администрации Нашего города Ильей Вячеславович Шульгиным С одной стороны Городская администрация Следуя логике закона Принимает решения И устанавливает Пониженные Под сравнением С сегодняшними Пониженные на 3 рубля Ставки за Содержание общего имущества В домах Которые либо не выбрали Способ управления Либо находятся В муниципальной собственности Полностью То есть плата за мусор Из них уходит С другой стороны Вдруг В новостях проходит Что муниципальная Ленинская управляющая Компания Планирует Поднять Эти ставки Не то что сократить Еще и поднять И мы вот буквально Там коротко Перед эфиром С Ильей Вячеславович Обменялись Он обещал с этой ситуацией Разобраться Потому что если Муниципальная компания Покажет коммерческим Компаниям Такой негативный пример Ну это знаете Мы сук Под собой Спилим То есть давайте Там показывать пример И пусть Ленинская Управляющая компания Никаких тарифов Не поднимает Почему еще Многие управляющие Компании Сейчас пытаются Поднять тариф Под любым соусом Или сохранить его Да потому что Они перехватывали Дома из управления Других компаний Вводя пониженный тариф Например Везде 30 рублей С квадратного метра Мы Сделаем вам счастье За 26 рублей Сделали счастье Заключили договоры Взяли дома в управление Вдруг понимают Что 26 не хватает Коллеги Это ваша проблема Вы обманули людей Заранее зная Что за эти 26 рублей Ничего сделать невозможно Ну либо сами обманулись Либо людей обманули Сегодня же Разговаривали мы С руководителем Жилинспекции Областной Алексеем Леонидовичем Кабашовым Он понимает Что у него с Нового года Будет большой пласт работы По поводу выявления Таких компаний Которые незаконно Поднимают плату За содержание Общего имущества Если это не одобрено Общим собранием Собственников Если какие-то Фальшивые протоколы Если людей Пытаются обмануть Не снижая им плату За содержание имущества Тем самым Повышается нагрузка На людей И жилинспекция Обещала действовать Максимально жестко Разумеется В дозволенных Законом нормах Но это точно надо делать Потому что Ведь как предусмотрел Законодатель Да мы будем платить Больше К примеру Сегодня там 4 рубля Завтра будем платить 6 Но на эти 4 рубля Плата должна снизиться Иначе у нас Совокупный рост нагрузки Будет там 10 рублей Но Как мы видим Не все это хотят делать Это повод Для надзорных органов С этим серьезно разбираться Напоминаю Что эта программа Особое мнение В гостях у нас Сегодня Роман Титов Еще один важный вопрос Который хотелось бы Чтобы ты прокомментировал Мы его будем еще С коллегами С твоими коллегами Из областного Законодательного собрания Разбирать Это будет бюджет О нем как-то На фоне мусорной реформы Говорят не очень активно Так я бы не сказала Что это номер один Обсуждение там в паблике Понятно Сначала у нас была пенсионная Потом мусорная реформа Опять вернемся к пенсионной Снова будет какая-нибудь такая Но тем не менее Это главный бюджет Который верстается Его прокомментировала Здесь же в нашей студии В программе особое мнение Турула И он сказал Что профицит Это гибельный показатель Для экономики А мы стремимся к профициту В следующем году У нас должен быть Впервые профицитный бюджет Да Профицит полмиллиарда рублей Гибельный показатель Для экономики Должен быть дефицит Учитывая заторможенность оборотки Невозвратность денег Денег определяет Одну двенадцатую часть Как минимум должна быть дефицита Это нормальный процент Свидетельствующий Что мы находимся В развитии В движении Предел дефицита Поэтому и определен Десять процентов А мы говорим Мы профицит сделаем Больше десяти Вместо того Чтобы развивать экономику Начинаем тормозить Искусственно Задается он вопросом И при этом радуемся Потому что мы будем Тормозить То есть намек на то Прямое абсолютно Что стараемся мы Для галочки А по факту Экономика страдает К сожалению Для Валерия Николаевича Память у меня хорошая И Возьмем обсуждение Бюджета 2014 года 2014 года В областном законодательном Собрании Где Валерий Николаевич А это был Первый дефицитный бюджет Кстати Причем дефицит был Серьезный Больше 4 миллиардов рублей При обсуждении Проекта бюджета И помог К концу года Он до 3,8 миллиарда Снизился Но все равно Он остался по концу года И Валерий Николаевич Говорил совершенно Обратные вещи Он говорил о том Что нельзя Елене Васильевне Ковалевой Нынешней главе города Говорил А когда она Минфин возглавляла Минфин возглавляла Говорил Елене Васильевне Ни в коем случае Нельзя принимать Дефицитный бюджет Это необеспеченное Обязательство Нам надо будет Брать деньги в банках Это губительно Для экономики Из раза в раз Повторял Валерий Николаевич Турул Вот честно говоря Я эти стенограммы Даже смотрел Вот из раза в раз Валерий Николаевич Говорил вроде бы Правильные вещи Нельзя Принимать Дефицитный бюджет Нельзя брать деньги В коммерческих банках Для пополнения Вот этих Необеспеченных Обязательств бюджета Сегодня Валерий Николаевич Говорит Коллеги Ну как будто бы Говорит коллеги То что вы гасите Заимствование в банках То что вы нарастили Наконец доходную базу Бюджета И она достигла Не 42 Как было в 13 В 14 Году 51 миллиарда рублей И вывели бюджет В бездефицитный Это оказывается Плохо и губительно Для экономики Пытаюсь понять в чем В чем губительно Что мы больше не кормим Нет Мы сегодня еще кормим Коммерческие банки Но заимствование Мы уменьшаем Миллиард рублей Процентов Мы платили до прошлого года И сейчас Прогляя соглашение С Минфином Мы выходим Из этой долговой ямы Постепенно снижая Там этот объем Газ У нас огромные деньги На дороги На поддержку транспорта Перевозчиков 100 миллионов рублей Заложено На дороги Вообще суммы Которых никогда не было На комфортную городскую среду Да Это в том числе Деньги Из федерального бюджета Но и поступления растут Возьмите тот же лес Ведь был огромный скептицизм Что удастся нарастить Доходные Доходы бюджета От выявления Незаконных Дел в лесной отрасли Но ведь получилось Оказывается сделать Да Пусть это не заявлено 3 миллиарда рублей Но Там порядка 700 миллионов В этом году Уже было получено Чего никогда не было Не знаю Возможно Валерий Николаевич Там имел ввиду Что-то другое Но это никак Не вяжется с тем Что он системно И последовательно Говорил до этого Из года в год Бюджет И здесь я согласен Со своим коллегой Сергеем Павленовичем Мамаевым Который удивил всех Похвалив бюджет На слушаниях Я согласен с тем Что это бюджет Но если не прорыва То во всяком случае Серьезная стабилизация В плане гашения Финансовых заимствований Это прорывной бюджет Потому что мы Наконец начинаем Выходить с этой ямы При встрече с Валерием Николаевичем Я конечно попрошу В него объяснений Но пока я пребываю В недоумении И это Роман Титов Заместитель Председателя Областного законодательного Собрания Кировской области Вот сейчас Валерий Николаевич Не является членом УЗС А тогда и являлся Когда он говорил Что должен быть Бюджет профицитный А не дефицитный Третий вопрос В нашей сегодняшней схеме Работы Это вопрос То еще дискуссии Наравне практически С тем Переименовать ли Киров Обратно там В Вятку Или даже В Хлынов Перевестили часы На природное время Или оставаться И жить по Москве На астрономическое время Это конечно же Дымка Конкретно Раскраска домов Дымковскими узорами Которая несколько лет назад Была инициирована Клубом маркетологов Господином Обжириным Поддержана Некоторыми Властными структурами И Бизнесменами Не знаю Они как-то смешиваются У меня сразу же Бизнес Который дал Бывает Да Нешуточная дискуссия Развернулась в соцсетях Просто огромная Я вот отсутствовала На прошлой неделе В Кирове Но я просто Когда заглядывала В фейсбук В ленту Там по 200 и больше Комментариев Буквально мгновенно Собирала эта история Дело в том Что Илья Шульгин С которым вы Буквально накануне Этого интервью Встречались Буквально совсем недавно Он прокомментировал Вот этот проект По росписи городов С использованием Дымковских мотивов Он сказал На градостроительном Совете Буквально следующее Дымка хороша В дымковской игрушке Хватит пытаться Изобразить из себя Такой дымковский край Каждый раз едешь И каждый раз Такая боль Я прямо вижу Как он жестикулирует Илья Вячеславович Когда видишь Как это все Размалевано Я не знаю Как к этому относиться Хочется взять И просто покрасить Это белой краской А эта штука Еще какие-то призы получила Это самое страшное Люди убеждены Что такие вещи хороши А когда я езжу Мимо вокзала Смотрю И понимаю Что вижу Учебник анатомии Ну во-первых Архитекторы И градостроители Его поддержали И сказали Что они были против Несогласованного с ними Это абсолютная правда Историй А во-вторых Собрал Шульгин Конечно на свою голову Куча комментариев Например Блогер Лев Саламатов Его прямо Заклеймил И призвал подать В отставку Я все хочу узнать А где блогер Лев Саламатов Блог ведет На какой блок Платформе То есть Вот правда интересно Я в этой ситуации Это мое личное мнение Мое мнение Расходится с мнением Даже там Членов моей семьи Вот я в этой ситуации На стороне Ильи Вячеславовича Абсолютно Мне никогда Эта история С дымкой Не нравилась Вот знаете Там Архитектор И градостроитель Он должен говорить С будущим Он должен говорить Языком архитектуры Маркетолог Говорит Маркетолог создает поводы Привлекает внимание К продукту К товару И возможно Как некая маркетинговая фишка Смотрите Чего мы сделали Эта история была И она закончилась На присуждении Премии Серебряный лучник Более того Группа По раскрашиванию Домов в дымке Она собственно говоря С момента получения Этой премии По-моему в прошлом году Или в начале этого года Она больше не пополняется Она не функционирует То есть как бы Все Маркетинг проект закончен И поэтому Мне кажется Развивать эту историю Точно не надо Да Серые скучные Фасады домов Наверное Это не очень хорошо Пусть они будут Отремонтированными Чистыми Но без Вот этих вот Украшательств Которые Честно говоря И к дымке Имеют весьма Опосредственное отношение То есть вот Не надо пытаться Переносить узоры Из контекста То есть на глине Дымковской игрушки Каждый узор Имеет символическое значение Ведь неспроста Они наносились То есть каждый узор Каждый Каждый яйцеклетка Извините Кружочки Кружочки Она имеет Определённое Символическое значение Да и сама Дымковская игрушка Появилась там В честь Знаменования Там памяти Битвы Вечанцу С чужанами Помню Мы чего Сейчас будем Каждый дом Просвещать этому Трагическому событию У нас вот есть там Часовня Есть дымковская игрушка Мне кажется с этим Пора прекращать Прервёмся на полторы минуты И мы У нас реклама Продолжается программа Особое мнение Это особое мнение Романа Титова Вице-спикера Законодательного собрания Кировской области Ведёт программу Светлана Занькова Мы не договорили Подымки И так До перерыва Ты сказал Что это маркетинговый проект Он получил Своё воплощение Получил все возможные Награды и призы В своей среде Надо сказать И сейчас Даже не ведётся Группа ВКонтакте Да Это правда Абсолютно Я специально посмотрел В каком состоянии Этот проект находится Как я понимаю Своих целей он достиг Был некий Оплаченный Видимо Я не знаю кем Проект Были потрачены Деньги на раскраску Люди сказали Вы с нами Почему не попытались Это согласовать В ответ на что Идеолог проекта Сказал А вы бы нам Это всё зарубили Понятное дело Зарубили Потому что Оформление городской среды Оно должно соответствовать Неким требованиям И нормам К сожалению У нас в Кирове До сих пор Это не бренд Кировской области Это бренд Конкретных людей И давайте Пусть эти конкретные люди Наносят его На упаковки товаров За которые они отвечают Они маркетологи Они отвечают за сбыт Я кстати Замечаю Что на сегодняшний момент Использование рисунков Дымковских узоров Даже в упаковке Кировских товаров Сходит на нет Потому что Узнаваемость товаров Этим не повышается Они стали Многие Как все И от дымки отходят Поэтому я считаю Что этому эксперименту Пора положить конец Что сделано То сделано И Не надо наверное Перекрашивать дома Обратно Пусть они будут Как будут Но там мост красить Дымковские игрушки Устанавливать Для гостей города Со стороны Стрижей Откуда ни один гость города Не приезжает Поскольку это тупиковая дорога Этого делать не надо Из аэропорта же Они приезжают Ну может быть Там есть бренд Кировской области Это указатель деревни Бюдюле У которого все фотографируются Ну это шутка конечно Большое удовольство Вот не надо этого делать На мой взгляд И еще раз В городе должен Должен появиться Некий план Единый подход К формированию Внешнего облика Первые подходы сделаны Это борьба с незаконной рекламой Которая начинается Со скрежетом С трудностями работы Созданных административных комиссий Которые с самого начала Уперлились в бомбу стену В сопротивление рынка Но с этим делать что-то надо Избавляться от навязчивой рекламы Избавляться от проводов Которые как в Таиланде Уже застилают Весь облик города И на мой взгляд Городские власти В этом направлении Правильно идут Еще один вопрос Который нужно нам обсудить Это ситуация Которая разворачивается На горе Кикиморской Где горнолыжный конкурс Принадлежащий Андрею Морозову Здесь на прошлой неделе Бульдозер приехал Снес ангар В котором хранилось Горнолыжное оборудование И плюшки для катания Вот с горы Андрей Морозов утверждает Что ему нанесен ущерб Чуть менее 1 миллиона рублей Мы это вчера услышали Озвучил эту цифру Ян Чеботарев Юрист Который видимо Каким-то образом Консультирует Андрея Морозова И лично просто не успела С ним пообщаться Чтобы это выяснить А Морозов сам утверждает Что его да Предупреждали на словах И что да Письмо ему там направили Но дело в том Что письмо по почте России Пришло о том Что будет снос На следующий день Уже после сноса Вот И такая вот ситуация Разворачивается Я за своей стороны могу Что сказать Мы сделаем конечно В ближайшее время Эфир с позицией Городских властей И с морозовской позицией Вчера мне тоже Наш сети менеджер Илья Шульгин Сказал просто Уточнил информацию Что он утверждает То есть вот Ян Чеботарев Сказал вчера Что он не видел документов Кому принадлежит земля На которой стоит Этот ангар стоял Шульгин вчера утверждал Я тоже не видела документы Да Вот со слов Со слов сети менеджера Что земля это Муниципальная Что Морозов Незаконно Увеличил размер участков Отнеся забор На муниципальную землю И там же стоит Вот этот вот Собственно ангар Вообще Как ты к этой ситуации Вот именно К такому ходу Относишься Потому что Ну он такой Прямо скажем Демонстративный Это шаг Блдозер приехал Бабах И все разговаривали Ну вот По моей информации Земля это муниципальная На которой была размещена Эта сыроюшка У нас же Любой объект недвижимости Он должен быть А Зарегистрирован Б Построен законно То есть если это самострой А скорее всего Вот по моей информации Это именно самострой То объекта нет То есть ничего не было снесено Там по большому счету Не исчезло То есть незаконная постройка Которая там не место Которая находится На муниципальных землях И разумеется Полное право Этот незаконный объект Снести Причем никто не трогал Подъемники Я специально в выходные Побывал в воскресенье На этом месте Там встретил Андрея Вавилова Который тоже Оценивал ситуацию И вечерком Ходил смотрел Экс-бизнес-эмбудсмен Да, экс-бизнес-эмбудсмен То есть Сама инфраструктура Она цела То есть Видимо Она находится Размещена На неких законных основаниях Там есть вопрос Продления договора Оренды А этот объект Был незаконный Вероятнее всего Он был поэтому И снесен Да, это демонстративный шаг С другой стороны Он находится абсолютно В рамках полномочия Органа местного самоправления Которая вначале Неоднократно предупреждает О необходимости Снести постройку За свой счет А затем Собственно говоря Это и делает Следующее Что должен делать муниципалитет Выставить счет На оплату трактора И вывоз Мусора От незаконной постройки Я уверен Что это будет сделано То есть Вряд ли здесь Можно говорить О самоуправстве По моей информации Так Ян Евгеньевич Чебутарев Поскольку он юрист Вчера Заявлял Что такие вещи Нельзя решать Бульдозерными Решениями Принимать Такие вот решения А нужно делать Это через суд Через суд Это если незаконная постройка Размещена не на муниципальной земле А на территории Которая находится Либо в аренде Либо в частной собственности Тогда да Вот пример Частная собственность Земля Участок Киселева У Трифонового монастыря То есть там Идет дело через суд Поскольку постройка На частной территории Наход Здесь если постройка Размещена на муниципальной земле Муниципалитет берет И просто реализует Свои полномочия Препятствует Незаконному строительству Эта постройка Она могла причинить Ущерб жизни Здоровья граждан Никто не проводил Ее сверлить Например пожарной безопасности Проекта Никто не видел Как я понимаю Опять же Присел в уважении К человеку Который стоит За этим проектом За горнолыжным склоном На мой взгляд Муниципалитет Действовал абсолютно По закону Тогда я попрошу тебя Оценить все-таки Действия Ильи Шульгина Потому что все-таки Он активно в этом процессе Принимает участие Комментирует И в споре Принимает участие И говорит об этом Открыто Не тайно же Это все делается Открыто все Вот этот спор По Кикиморской горе Точно так же Как и спор С домом Киселева Очень открытый был Точно так же Как и спор По поводу Парковочных пространств В свое время Был очень серьезный С покойным Денисом Крутихиным Точно так же Большие скандалы И споры И открытая Опубличенная позиция По поводу Парка Победы И все это Такие демонстративные Шаги Которые уложились В один год Правления Сити-менеджера Вот Ты их Эти шаги Оцениваешь Как какие-то Хотя бы Выдающиеся На фоне всего Что было Вещи С чем ты это Связываешь То есть Это характер Шульгина Такой Это время Настало Такое Это критическая Масса Это отдалило Или вообще Все это Пиар Как многие говорят Тоже Между прочим И Маркетинг Со стороны Сити-менеджера Я оцениваю Эти шаги Как последовательные Которые лежат Абсолютно Вот в одном Направлении движения Это Воспрепятствование Незаконному Использованию Земель Незаконному Строительству Объектов Если мы говорим Про парковочные места Ну вот попробуйте У одного Вновь Открывшегося Федерального Супермаркета Припарковаться Вот здесь В центре города А там На минуточку На Дене Супермаркетом Гигантский дом Стоит В трех десятках Этажей То есть Это незаконно Наверное Да Ситуация Со строительством У Трифон Монстыря Да У нас же В предмет охраны Исторического поселения Входят видовые моменты То что там Появились дома До этого Это вопрос Не к Шульгину То что Шульгин пришел Наводит порядок Хотя бы там Где можно навести Ну на мой взгляд Это действие Правильное Потому что Наверное Это действие Могут показаться Местным людям Многим Слишком решительными С другой стороны Когда В армии Нет порядка На войне То порой Надо показательно Расстрелять Кого-то перед строем Для того Чтобы остальные Приняли это к сведению И действовали В дальнейшем Строго на основе Требования закона Ведь никто Не оспаривает Те вещи Которые Шульгин Требует и делает Что они как-то Выходят За рамки закона В большом плане Снесли там вопрос Да Закон не закон Ян Евгеньевич Говорит незаконно Город говорит закон Но снесли То есть Вопрос в том Что Само функционирование Вот этого комплекса На Кирмском Вызывает большие вопросы С точки зрения экологии С точки зрения строительства Он же очевиден На мой взгляд И я здесь Позицию Шульгина Поддержу Иначе действовать Никак нельзя Если это вятка Если ты будешь мягким Тебя сожрут Мягко же Сожрут Ты даже не успеешь Понять Как ты окажешься в желудке И тебя будут переваривать Да Спасибо большое за комментарий Время нашей программы Подошло к концу Роман Титов Заместитель Председателя Областного Законодательного Собрания Был у нас в гостях Программу вела Светлана Занько Всем хорошего дня Удачи Особое мнение На 101FM Субтитры создавал DimaTorzok